МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуй, любимая республика! Начинается новая неделя, это значит, впереди много интересного. Ведь каждый из семи дней принесет что-то свое. Конечно, придется потрудиться, может, где-то напрячься, но самое главное – все завершится чудесными выходными. Впрочем, не будем забегать так далеко, давайте обо всем по порядку. Вот о чем расскажем буквально через минуту. Спицетерапия. Вяжем крючком и снимаем стресс. Из подручных материалов создаем полезные игры сами. Кем быть, чем заниматься? Впервые в школах Сыктывкара откроются 27 профильных классов для десятиклассников. Говорят, что понедельник – день тяжелый и связан со стрессом и напряженностью. Если у вас он именно такой, то советуем заняться вязанием крючком. Да, именно так. Психологи давно выяснили, что вязание помогает справляться со стрессом и раздражительностью. По их мнению, спицетерапия – один из наиболее доступных и эффективных способов избавления от психологического напряжения. Как средство эмоциональной разрядки, вязание прекрасно подходит тем, кому на работе постоянно приходится решать те или иные задачи, договариваться с клиентами, много общаться с людьми. Тем более, занятие – это творческое. Да и к тому же, сегодня отличный повод начать новое хобби. 12 сентября – международный день вязания крючком. Так что, вперед! Познавать этот мир, играя, для ребенка – это лучший способ чему-то научиться. А родителям – отличный повод включить фантазию. Полезную игру можно придумать самим, смастерив все из подручных материалов. И вот вам очередной лайфхак на эту тему. Я хочу вас познакомить с веселой игрой «Умный ветерок». Для этого нам понадобится контейнер, наполнен водой. Обозначить с помощью нетонущего материала ворота и кораблики. Их делаем очень просто. Понадобится обыкновенная пластиковая крышка, кусочек пластилина, зубочистка и бумажный флажок. Втыкаем флажок в пластилин и запускаем кораблик в воду. Давайте вместе с малышом запустим кораблики в наше импровизированное море. Это тоже трудная задача – удержать кораблик на плаву. Делаем очень аккуратно. Обсуждаем вместе с ребенком, какого цвета наши кораблики. Ну что ж, им пора уже отправляться в путь. Нам понадобится коктейльная трубочка. Она как раз и будет сильным умным ветром, с помощью которого малыш отправит наши кораблики в ворота. Попробуем? Первый кораблик прошел. Когда малыш наиграется и будет более уверенно дуть и направлять наш кораблик, можно устроить соревнования на время. Для этого обязательно фиксируйте результат. Говорите, обсуждайте вместе с ребенком, как результат улучшается благодаря тренировкам. А можно еще и усложнить задачу перед вашим ребенком. На каждом флажке написать цифры. Например, от 1 до 5. И тогда перед ребенком стоит задача на время отправить в ворота кораблики по порядку номеров. Первый. Затем мы ищем второй кораблик. Направляем на него свой ветер. Третий, четвертый и пятый. На цифрах можно не останавливаться, а на флажках дописать еще буквы, знакомые вашему ребенку. Обсудите вместе с ребенком, какие буквы вы написали. Затем предложите такую игру. Составить слово, ну, например, «До». С какого кораблика мы начнем? На котором написано буква «Д». Ребенок ищет глазками, направляет свою трубочку. О. Получилось слово «Дом». Смело отправляйтесь в море игр и развлечений. Впервые в школах Сыктывкара откроются 27 профильных классов для десятиклассников. По каким направлениям будут обучаться подростки и как им это поможет на старте студенческой жизни? Это мы узнали у Ольги Бригиды, начальника управления образования Сыктывкара. С ней побеседовала моя коллега Евгения Кладкевич. Ольга Юрьевна, почему возникла идея и необходимость создания профильных классов на базах школ? В прошлом году мы очень серьезно занимались вопросами профориентации. И одно из направлений, которое мы сегодня понимаем, надо менять, это организация как раз профильного обучения. В прошлом году мы провели анкетирование среди наших старшеклассников и выявили те сферы деятельности, которые им интересны. И с учетом как раз возможности наших образовательных организаций, с учетом возможности тех внешних профессионалов, тех партнеров, которые мы можем привлечь для участия в нашем проекте, и с учетом интересов как раз наших школьников, мы в этом году открыли новые профильные классы в 22 школах, а как говорится, 27 профильных классов. Наиболее востребованные у нас были классы предпринимательской направленности, они открыты в 9 школах, классы педагогической направленности, медицинские классы, инженерные классы, IT классы, класс МЧС и медиакласс. Особенность этих профильных классов заключается в следующем, ну кроме того, что в рамках учебного плана изучаются отдельные предметы на углубленном уровне с учетом профиля. Например, медицинские классы – это химия, математика и биология. В инженерных классах и IT классах – это информатика, математика и физика. В педагогических классах и в медиаклассах – это, конечно, предметы гуманитарного профиля. В рамках второй части учебного плана, где идут предметы по выбору, мы реализуем элективные курсы. Например, в медицинских классах будут у нас преподавать элективный курс «Основы клинической медицины». При этом ребята будут иметь возможность посещать медицинские лаборатории на базе СГУ. В инженерных классах ребята будут иметь возможность заниматься на базе лабораторий в Сыктывкарском лесном институте. Они будут изучать основы ведения в инженерную специальность. Это очень интересно. И вот каким образом будет строиться обучение? Оно будет основано на предпочтениях и запросах самих учеников, либо же с опорой на востребованность на рынке труда? На сегодняшний день, в первую очередь, мы должны учитывать, во-первых, интересы школьников наших. Но и сегодня мы все понимаем, насколько нужны наши республики-педагоги, насколько нужны врачи. На сегодняшний день на уровне России очень большое внимание уделяется поддержке малому и среднему предпринимательствам. Но и мы сегодня понимаем, что для того, чтобы развивать экономику, нужны инженерные кадры и специальности в сфере информационных технологий. В рамках профильных классов, насколько нам известно, будет происходить взаимодействие с вузами. Вот каким образом и какие вузы будут вовлечены в работу? Я уже сказала, что предпринимательские классы мы на сегодняшний день открываем совместно в Академии Государственной Гражданской Службы. Первое – это обучение педагогов в организации проектной деятельности. И будет реализован курс креативного предпринимательства, в рамках которого ребята под руководством наставников из представителей реального сектора экономики, под руководством бизнес-тренеров, они будут иметь возможность разработать свои бизнес-планы. И мы очень надеемся, что эти бизнес-планы будут достаточно успешны. Кроме того, например, медиа-классы – это тоже интересное направление. У нас есть договоренность с телеканалом «Юрга», где наши школьники будут иметь возможность выступать в качестве ведущих на программах телеканала. Кроме того, есть договоренность с издательским домом «Коми», где наши юные журналисты будут иметь возможность публиковаться в печатных изданиях. А какие-то преференции при поступлении в вуз у них будут после прохождения профилактики? На сегодняшний день Тывкарский государственный университет проводит Олимпиаду по карьеру университет. И если ребята будут принимать участие в этих Олимпиадах, то у них будут дополнительные баллы. Кроме того, мы начинаем в этом году сотрудничать с Ярославским государственным педагогическим университетом в рамках открытия педагогических классов. И как раз Ярославский университет проводит Олимпиаду имени Константина Ушинского, которая тоже даст определенные преференции при поступлении в Ярославский университет. Поэтому на сегодняшний день такое взаимодействие во многом поможет нашим школьникам. Спасибо большое, Ольга Юрьевна. Желаем всем ученикам, поступающим и в 10 класс, кто поступил, и кто готовится к поступлению уже в ВУЗ на следующий год. Удачи, посещайте профильные классы и получайте новые знания. Спасибо. Спасибо. Пожалуй, одни из самых забавных домашних питомцев – это коты и кошки. Сколько смешных моментов с ними связано. Сейчас как раз еще покажем парочку. Только посмотрите, как увеличивается в размерах этот котик, когда возникает какая-то невидимая угроза. А следующий красавчик мог бы легко сняться в одной из частей саги «Миссия невыполнима» с Томом Крузом. Ловкости этому пушистику точно не занимать. Тем временем мы подошли к середине выпуска. Продолжим нашу программу сразу после короткого перерыва. Не переключайтесь. И снова мы в эфире. Всем привет, кого не видели, а с теми, с кем встречались, рады видеть вас снова. Впереди 10 минут информативно-позитивного забега. Не будем терять ни минуты. Поехали. Место, где затихает ветер. Куда отправились художники-клюквинцы в этом году? Дай лапу, друг. Библиотека, как место, где можно помочь братьям нашим меньшим. Игры на века. Генрих Немчинов о забавах Прилузского района. Место, где затихает ветер. Под таким названием прошла очередная клюква. По традиции итог работы художников-экспериментаторов экспонируется в Центре культурных инициатив ЮГОР. Куда и в какое путешествие отправились творцы? Чем они вдохновились? Расскажу в следующем сюжете. Местом, где затихает ветер, оказался Ударский район. Творческая экспедиция за неделю путешествия изъездила практически все его художественно интересные уголки. Даже труднодоступность некоторых мест не испугала. Где-то добирались на автомобиле, где-то покоряли речную ленту на лодке. Название 11-й клюквы, в отличие от прошлых экспедиций, родилось не в путешествии. Эту фразу еще задолго до поездки Анжела Разманова услышала от профессора Владимира Кашаева. Он гулял по окрестностям Соктовкара, и когда зашел в дом, в старый такой комик, деревенский дом, он спросил, как называется вот сенья. Я, конечно, могу неправильно по комик сказать, это по свочи. И, в принципе, перевода такого прямого, ну, как ему сказала, женщины нет. Но можно сказать так, место, где затихает ветер. По традиции, работы для экспозиции готовились сразу после приезда. Сколько их представлено в выставочном зале Югора, не знает никто. Говорят, не считали. При оформлении пространства в ход шло все. И найденные в заброшенных домах предметы быта, сети, прялка с мизенской росписью, дощечки с родовыми пасами и лесные дары. Благо, имя Ударский район богат. Друзья, когда я прогуливаюсь по выставке, у меня возникло ощущение, будто я в какой-то сказке. Вот керамический конек-горбунок. Если в этот угол пройдем, увидим Василису Прекрасную в такой шикарной короне и прекрасном платье. А если вот сюда зайдем, увидим вышивку Натальи Ширяевой. Щука с короной. Ну, не сказка ли? Образ Василисы Прекрасной, кстати, не выдуман. В Чернутьево команда экспедиции решила познакомиться с владельцами самого старого дома этих мест. А хозяйка жилища их встретила, что называется, при полном параде. Вообще, человек – центральная тема этого путешествия. Художник Павел Зарослов даже создал цикл работ про мифических ударчан. Это Димитер из Болгарии. По легенде, он в 27 лет прибыл в Ударский район Коми АССР на лесозаготовки. Рядом с ним – Леопольд из Йортома, человек, который всю жизнь мечтал о круглом доме. К слову, это строение до сих пор украшает село. В общем, сюжеты для работ искать не приходилось. Иной раз художественные алмазы сами шли в руки, как вот этот вот череп. Он нас остановил на дороге. То есть вот этот череп, он сам по себе стоял перед машиной и говорил, возьмите меня, я пригожусь. Пленер Клюква – один из ключевых проектов культурной жизни региона. Ежегодно творцы выбирают место на карте и отправляются туда за вдохновение. Куда занесет ветер художника в следующем году – неизвестно. А вот с итогами путешествия этого года можно познакомиться до 14 сентября в Центре культурных инициатив «ЮГОР». Делать добрые дела всегда приятно. Особенно если поступок стал не просто жестом в чью-то сторону, а реальной помощью, которая изменила жизнь к лучшему. И зачастую такая поддержка нужна не только людям, но и братьям нашим меньшим. В Национальной библиотеке КОМИ уже несколько недель идет благотворительная акция «Дай лапу, друг». Сотрудники собирают для животных корм, лекарства и другие необходимые вещи. Евгения Кладкевич пообщалась с организатором инициативы. Екатерина, очень интересно у вас проходит акция «Дай лапу, друг», но необычная, потому что все-таки мы находимся в библиотеке, и здесь чаще всего проходят какие-то книжные выставки. Как пришла идея в голову устроить вот нечто подобное? Здравствуйте, Евгения. Да, мы сперва изначально хотели организовать книжную выставку. Мы в ответе за тех, кого приручили, которые вы видите вот на столах. А уже потом, через какое-то время, я подумала, почему бы нам не помочь животным, да, потому что книжная выставка организована к 20 августа, к Всемирному дню защиты бездомных животных. Мы списались с приютом для собак «Друг», с кошачьим приютом «Кошкин дом». Они нам ответили, они согласились принять участие, вот, и мы для них собираем благотворительную помощь. Довольно уже такая увесистая у вас не коробка, это целый чемодан, да. Тут я вижу крупы, наполнитель, а нет, это не наполнитель, простите, это у нас корм, да, для собак, даже какие-то пеленки. То есть, в принципе, что требуется животным? Что вы собираете? Ну, вообще, в основном, как кошкам, так и собакам требуется корма, требуются лечебные корма, требуются наполнители для собак. В основном это поводки, тоже игрушки, лекарства, очень много лекарств требуется. Удивительно то, что я думала, что для кошечек будут приносить гораздо больше, потому что они милее, да, и как-то больше отзывается душа о кошечках. Но, на самом деле, очень много приносят собакам. Оказывается, у нас в городе живут, наверное, собачники. Так что пока кошечки в этом плане отстают, если вы хотите помочь нашему приюту, то милости просим, приносите, да. Это все, что успели люди пока принести? Нет, на самом деле, у нас очень-очень много. Это у нас хранится в подсобных помещениях. Получается, я каждый вечер, если наполнились наши чемоданы, я убираю это и, как бы, оставляю только то, что нужно сегодня. Ну, на самом деле, да, если так приглядеться, вот в этом чемодане, например, находятся и лекарства, и корм. Тут уже, знаете, такой кошачий уголок больше, да. Там, если для собачек, то здесь вот для кошек. Ну, нельзя не отметить, что у вас также здесь представлены фотографии животных из приюта, да, которым действительно требуются хозяева. И, возможно, история какого-то четвероногого вас зацепила больше всего. Я, например, сразу обратила, ну, внимание на кошечку, которая вот у вас там с краю, фотография которой висит, крендель, у нее вот, например, нет глазика, да. Да, крендель, крендель можно сравнить с пиратом, да, как будто он потерял глаз в уличной драке. Кстати, этого котика спасла наша сотрудница, принимала участие в его спасении наша сотрудница, коллега. Вот, тоже интересная очень судьба, например, у собаки Толика. Неинтересная, а точнее даже такая сложная. Его нашли в деревне. Два месяца они остались, вот Толик и еще его братья и сестры остались без еды. Его выносили уже на руках, талия его была 16 сантиметров в охвате. Вот, но его выкормили, подарили любовь, ласку. И сейчас вот он такой красавчик, он ждет хозяев. Если хотите, то, пожалуйста, приходите в приют тоже и кошечки. Вы поможете связаться, да? Да, я помогу связаться, либо можно сразу непосредственно обращаться в приют друг, либо в приют кошкин дом. Так что, если мечтаете завести себе домашнего питомца, приходите сюда, делайте большое благое дело и заодно подбирайте себе четвероногого друга. Ну, а вот до какого числа планируете проводить эту акцию? Сколько дней еще есть у сыктывкарцев, да и не только, у них, чтобы прийти и принести? Мы решили продлить акцию, если она у нас была до 26 августа, то сейчас мы, так как и 1 сентября, и люди возвращаются с отпусков, мы решили продлить акцию до 16 сентября. До 16 сентября вы можете принести благотворительную помощь, корма, наполнители и прочее-прочее-прочее для кошечек и собачек. А какая-то одежда, возможно, требуется, чтобы утеплить им будки, например? Ну, одежда, да, требуется старая для собак, для котиков требуются больше пеленки, подстилки, домики, переноски. А что приносить не стоит? Какие-то ограничения есть? Но ограничений нет, что приносить стоит. Это у нас можно найти в группе ВКонтакте Национальной библиотеки Республики Коми, либо группа Эко Ленинка, либо на сайте Национальной библиотеки Республики Коми. Там вы можете ознакомиться с списком, либо прийти к нам в Национальную библиотеку, взять какую-нибудь книжку о кошечках или собачках, сфотографировать и потом уже пойти в магазин и принести что-то не было. Ну, на самом деле, выбор книг очень большой. Вот, например, есть даже такая «Собаки и кошки», что знает о них наука. Есть и художественная литература, какая-то обучающая литература, да, особенно деткам это будет интересно. Спасибо большое вам, Екатерина, за это интервью, за дело, которое вы занимаетесь, которое вы реализуете здесь в стенах библиотеки. Обязательно, дорогие телезрители, приходите, приносите что-то полезное для кошечек и собачек. Ну, а вам хочется пожелать, конечно, удачи. Как можно больше подобных акций проводите. Спасибо. Спасибо. Мода на симпл-димплы, спиннеры и другие современные игрушки так же скоротечна, как бабье лето. А вот традиционные забавы – другое дело. Во что раньше играли в Прилузском районе, расскажет Генрих Немчинов. Че вам, ну, наверное, с вами этнобогер Генрих Немчинов. Сегодня поговорим о коми-национальных играх Прилузского района. Основная цель любой игры – это обучение, подготовка ребенка к жизни. Игры должны нести интеллектуальные, физически развивающие задачи. Коми-народ детей обучал к охоте. Любой охотник, в первую очередь, это меткий, выносливый и сильный человек. Брали любую палку, вырезался раньше шар из, например, в данном случае из капа, ставился на чурку, и задача участников – сбить этот каповый шар, своего рода современные и нам всем известные городки. Только в данном случае использовался шар. Если человек в шар не попадал, то это значило, что ему еще нужно расти. Спортсмены перетягивают палку, кто сильнее. Такой национальный вид спорта есть в Якутии. Он называется масс-рестлинг. В Коми игра перетягивания палок является традиционной. Также одной из игр, ее, наверное, интерпретации уже современной использования, это была проверка на силу и ловкость кисти рук. То есть мы ее усложняем вот такой обычно гирей для наших состязаний. Принцип следующий. Берутся две палки одного диаметра, завязываются, привязываются достаточно длинной веревкой. Посередине этой веревочки делается какой-то отличительный знак, в нашем случае петля, на которую мы для сложности вешаем гирю. Берет одну палку, я беру вторую. Задача следующая. Тоже достаточно силовое задание. Задача не опустить гирю на землю. И кто быстрее закрутит веревку и дойдет до гири. Это сила кисти, реакция. Все, мы почти одинаково. Рекорд был 9 секунд. На этом у меня все. Отлично провели время. В эфире была программа «Студия 11». Увидимся совсем скоро. Следите за эфиром. Всех обнимаю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!